Приветствую всех зрителей! Пока в War Thunder рандом заполнен Фрэчами и Максимами Горькими, я продолжаю качать итальянскую ветку крейсеров. И рассмотрим сегодня топовый итальянский легкий крейсер, ну на текущий момент топовый, это Раймондо Монтеку Колли. Кстати, его проект был в основе проекта 26, то бишь советского Кирова, ну и далее конечно же Максима Горького. Итак, что данный кораблик из себя представляет? Во-первых, он находится на боевом рейтинге 5.3 на 4 ранге, и если рассматривать его бронирование, то оно конечно же получше, чем у предшественника Бартоломео Калеоне. Здесь у нас цитадель забронирована аж целыми 60 мм, и плюс есть второй внутренний слой брони в 30 мм, да еще и к этому цитадель прикрыта топливными баками. В общем, достаточно-таки хорошее бронирование у цитадели, но есть одно но, цитадель прикрывает только лишь машинное отделение. А вот погреба и траверзы цитадель не прикрывают, поэтому здесь по броне все намного хуже. Траверзы, они же барбеты, забронированы всего лишь в 45 мм, и арт погреба до 25 мм всего лишь брони. Также достаточно-таки толстая лобовая броня у башен, целых 70 мм, что для итальянского легкого крейсера достаточно-таки хорошо. Экипаж у нас 578 человек. Ну и также, как и у предшественника, есть очень даже хорошая фишка, это наша максимальная скорость. 84 км в час в Аркадии и 72 км в час в реалистичных боях, то есть это один из самых быстрых крейсеров на данный момент в War Thunder. Что у нас по вооружению? Здесь все те же 4 двухорудийные башни, калибром 152 мм. Но когда мы заходим, мы видим самую главную фишку, отличающую нас от Бартоломео, это наша перезарядка. Она здесь варьируется от 9,7 секунд до 7,5 секунд в топе. И, конечно, где-то, если не брать асов и экспертов, перезарядка будет в 8,5 секунд. Наконец-то у нас хоть какая-то скорострельность. Снарядов здесь не так уж и много. В общем-то, они идентичны нашему предшественнику. Осколочно-фугасный снаряд имеет 2,4 кг взрывчатого вещества и 29 мм бронепробития. Начальная скорость 935 мм в секунду. Ну и точно такой же есть снаряд с дистанционным взрывателем. Бронебойный снаряд здесь всего лишь 800 г взрывчатки и бронепробития от 280 до 130 мм в зависимости от расстояния. Начальная скорость 900 мм в секунду. Ну и, как видите, взрывчатки достаточно-таки мало. У наших 100 мм мини-зини взрывчатки в снаряде в бронебойном больше, чем у нашего 152 мм снаряда. Помимо основного калибра присутствует также вспомогательная. Это 3 двухствольные 100 мм пушки аналогичной мини-зини. 4 37 мм автомата и 10 20 мм автопушек. Ну и также присутствует два двухтрубных торпедных аппарата 533 мм по одному на каждый борт. Здесь все те же самые итальянские 12-километровые торпеды с 270 кг взрывчатки. Как этот корабль чувствует себя в рандоме? Я бы назвал, наверное, словами классика луч света в темном царстве итальянских крейсеров. По крайней мере, все, что, конечно, было до нашего Раймонда Монтококколи, это достаточно-таки посредственные корабли. И, в принципе, итальянские эсминцы тоже каких-то звезд с неба не хватает. И вот этот вот кораблик, прямо такой глоток свежего воздуха после его предшественников. Конечно же, основная фишка это наша скорострельность. Наконец-то у нас есть хоть какой-то залп адекватный. И мы можем, по крайней мере, более или менее наравне тягаться с нашими противниками. Конечно, есть и орудий больше на нашем боевом рейтинге, и перезарядка более быстрая. Но, по крайней мере, уже не в разы, как это было у нашего предшественника. И вот как раз-то благодаря этой скорострельности на корабле, конечно, играть достаточно-таки комфортно. Какие тактики на нем можно применять? Ну, во-первых, конечно, не стоит на этом корабле особо рассчитывать на наше бронирование. Хотя, опять же, если снаряды нам прилетают именно в нашу цитадель, то есть в центральную часть корабля, и мы ставим корабль под углом, а его достаточно легко ставить, потому что у нас башня имеет очень хорошие углы поворота, то тогда действительно наша броня может танковать, и мы достаточно долго живем. Даже если она не танкует, то у нас критуют там движки, еще чего-то, то есть кораблик достаточно долго живет, именно если снаряды влетают в нашу центральную часть корабля. Однако, если снаряды попадают в наши погреба, то, в принципе, можно легко уйти с одного залпа, но также точно легко можно уйти и на остальных крейсерах, поэтому здесь каких-то таких чудес по выживанию нет. Так что на броню надеяться сильно не стоит, и именно играть от брони, танковать, становиться носом или еще чем-то тоже не стоит, потому что наши 45-мм траверсы и тем более уж 25-мм погреба пробьют с любых углов. Поэтому в любом случае на этом корабле надо двигаться, благо у нас есть хорошая максимальная скорость. И тут первое, если мы попадаем на карты, конечно же, островные, то я бы советовал максимально куда-то идти в острова, укрываться в первую очередь от фокуса. Опять же, вы можете так зареспиться, что фокуса-то и не быть, и вы оказаться всего лишь против одного или двух противников, тогда можно, в принципе, и поперестреливаться. Но в любом случае я бы рекомендовал занять какую-нибудь хорошую позицию, если, кстати, есть возможность, то вообще прорваться на катерный респ, где уже при помощи нашего ИГК и ПМК, не забывайте переключаться на ПВО и ПМК, если вас атакуют катера, потому что у нас, особенно, наших 20-мм автоматов очень много, они, по сути говоря, имеют круговой обстрел, да и 37-мм тоже, и, в принципе, с катерами вы очень даже хорошо справляетесь при помощи зенитного и вспомогательного вооружения. И вот, заняв хорошую позицию, дальше уже выискиваете цели и начинаете с ними перестреливаться. Благо, наш главный калибр позволяет, по крайней мере, на равных даже тягаться с крейсерами на боевом рейтинге 5.7. А, кстати, вы сами понимаете, покуда у нас БР 5.3, то на 5.7 мы попадаем частенько. И тут уже, конечно, все зависит от вашей меткости и рандома. Если наши снаряды попадают в арт-погреба противнику, то они вполне нормально подрывают БК. Ну, практически все корабли, которые я встречал в рандоме, хоть раз, но я их уничтожал, именно попадая в погреба и подрывая им БК. Так что, с этим проблем нет, главное попасть. Тем более, баллистика у нас вполне себе хорошая, перезарядка тоже есть для того, чтобы перестреливаться. Поэтому, я думаю, что если вы умеете метко стрелять, то может получаться. И вот, если вы попадаете по арт-погребам, у меня даже был один бой, что у меня уже недостаточно экипажа для борьбы за живучесть. На меня идут два крейсера, я успеваю сделать ровно два залпа и четко оба этих залпа ложатся по погребам. И, по сути говоря, я за то время, пока отправлялся на дно и тонул, забрал два корабля. Но, правда, дистанция там была уже в районе 5-6, то есть на очень коротких дистанциях. Так что, цельтесь по погребам и будет вам счастье. Если же карта не островная, а укрыться негде, то я советую играть от маневра. Даже на каких-то открытых картах, используя нашу хорошую максимальную скорость, дымовую завесу, можно идти вперед, стрелять по противникам. Если вы видите, что вас пытаются фокусить, можно либо поиграться со скоростью для того, чтобы сбить прицел и потом развернуться и на полных парах уйти. Либо просто играя скоростью и ходя на какой-то там дистанции в 10-12 километров, заливать противника нашими бронебойными снарядами. Конечно же, по крейсерам я рекомендую стрелять в первую очередь бронебойками. По эсминцам, кстати, особенно американским, тоже ББшки хорошо заходят. Да и в ромб, не по американским, ну урон тоже вполне ощутимый и эквивалентный нашим фугасным снарядам. Ну и в общем вот так вот, маневрируя перед носом у противника, можно тоже вполне себе нормально настреливать. Кстати, даже вот на таких открытых картах у меня бывали бои, когда я доживал до конца, при этом попадая на боевой рейтинг 5.7. При этом, ну скажем, я уже бой заканчивал там буквально с 11-12% хп, но тем не менее, играясь именно скоростью, то приближаясь, то удаляясь от противника, можно достаточно неплохо поиграть. И в принципе там по 6-7 тысяч очи исследования, даже без талисмана, покуда я пока еще не приобрел его на данный корабль, можно неплохо как бы формить очи исследования. Поэтому данный корабль, конечно, ну на текущий момент из всех, что я играл, считаю наиболее, да и единственным, наверное, именно играбельным, это действительно корабль, за который садишься и на котором с удовольствием прокачиваешь итальянскую ветку. Поэтому, если вы до него добрались, я думаю, что этот корабль вас обязательно порадует. Ну а что вы думаете по поводу этого корабля, конечно же, пишите в комментариях. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok